Дистанция между коленей для женщины критически важна. И я обнажаю вот здесь. А теперь я еще добавляю вот это. Но это для мужчины очень вкусно. Это же эффективно. Презрение включил, он отвалился. Самое ценное увидеть себя со стороны. Хорош себя контролить и хорош себя критиковать. Добавьте к себе зеленую ручку в арсенал. Как поменялись ощущения сейчас? Помягче, пожестче анализировать. Хочется встать, уйти. Всем привет, с вами Елена Кирсанова. И сегодня настал вопрос про флирт и сексуальные сигналы. Я считаю, что флирт необходим. И он точно заставляет наше сердце биться чаще. Но это то оружие, которым нужно уметь пользоваться. Вот, например, как флиртовать так, чтобы человек не исчез после первого свидания? И как с помощью языка тела, движений, сохранить страсть в семейной жизни? Узнаем об этом и не только сегодня в нашем выпуске. Друзья, сегодня у нас в гостях потрясающий человек, эксперт, которого вы 100% знаете. Тренер по кинетике и невербальным коммуникациям Валентин Шишкин. Еще раз здравствуйте. Спасибо, что пришли. Очень рада. И честно скажу, что видео с вами вызывают привыкание и зависимость, потому что они всегда наполнены теорией, практикой. И здорово, что мы сегодня обсудим тему флирта, сексуальных сигналов, потому что, насколько я знаю, ну и, может быть, там, в прошлом на себе ощущала, что женщины боятся флиртовать, потому что думают, что создадут впечатление такое легкодоступное. А вот что вы скажете, что именно, ну, как раз создает такое впечатление, да, и как это женщина может транслировать? Мы говорим именно о легкодоступности или о страхе легкодоступности? О страхе давайте сначала. Ну, страх, он очень просто определяется, да. Это попытка себя сдержать, страх, он сковывает тело, тело становится более жестким, движения становятся такими. Если сильный страх, то идет вообще не менее, да, и ступор. Если страх не очень сильно идет, ну, вот, например, сейчас у меня страх адаптер включился здесь, вот у вас левая рука. Мне тоже. Да, поджевывание гу, промаргивание, такие вещи. И самый главный маркер страха – это замирание. Инстинкт говорит, тот, кто не двигается, не привлекает внимания, значит, шанс убрать ненужное внимание повышен. Если говорить про легкодоступность, про которую мы говорили, ну, что такое доступность? Условно, все зоны нашего тела можно разделить на внешнее и внутреннее. Еще раз, внешнее и внутреннее. Специально показать для зрителей. Например, сейчас я разговариваю с вами о вот этой части тела. У меня вы видите внешнее. Теперь я немного раскрываюсь, и теперь вы уже видите внутренние части. И вот когда я начинаю раскрывать шею, раскрывать, например, подмышку, я вроде бы в одежде, но подмышка говорит, что она открыта. Внутренние части рук и внутренние части бедер, то получается больше открытости. Дело в том, что когда женщина, вообще дистанция между коленей, для женщины критически важна, потому что, ну, прямой доступ, да, к определенной зоне. И вот это женские ноги, но зажатые. Я много раз проводил эксперименты. Вот сидит группа дам. Я прямо говорю, вот давайте, вот я сижу. Позово женская, мужская, все говорят, женская. Поехали, сжатые. Они говорят, нет, не очень. Теперь один палец вот здесь. Они говорят, ну, маловато. Два. Нормально. Три. Говорит, уже too much. Четыре. Не-не-не-не-не-не. И пять. Ну, это вообще. Но мы же пошли по градиету. Теперь мы возвращаем. Четыре. Как вам? Нормально? Много-мало? Ну, как будто у меня... Ну, давайте с пяти. Достойно или нет? Пяти, как сказали, too much, да, уже. Здесь четыре. Как будто вот на расстоянии еще, видите, у вас рука больше, чем у меня. Три. Да. Ага, два. Ну, как будто уже зажимаетесь. Некомфортно себя чувствуете. Итого для вас комфортно было бы три. Напишите в комментариях, как вы считаете, еще раз, ноль, один, два, три, четыре, пять. Прям цифры. Какое расстояние в пальцах, как в попугаях, да, как в детской мультике, достойно, а какое уже не очень достойно, а доступно. Большинство людей, которыми я проводил этот эксперимент, говорят, что два пальца – это нормально. Три уже на грани, четыре точно уже нет. А разница буквально от толщины пальца моего. А какие еще могут жесты транслировать? Ну, например, я знаю, что вы тоже много обсуждаете, да, когда женщина там поправляет волосы. Иногда, может быть, она настолько это часто делает, что это сразу же считывается, что она хочет привлечь внимание. Или если она и поправляет волосы, в этот момент еще и облизывает губы. Ну, я вообще начну так до самого начала. Вот есть такое четверостишное, оно четко характеризует, что происходит на самом деле между мужчиной и женщиной. Поцелуй начинается с глаз. Взгляд сильнее слов и объятий. Поцелуй – зачарованный вальс, череда сокровенных заклятий. А закончится он на губах, подтверждением первых желаний. Поцелуй начинается с глаз, независимо от расстояний. Они встречаются глазами, и они уже внутри понимают, да или нет, договорились или не договорились, есть шанс или нет шанс. Это четко видно. Иногда идет прям ток. Причем этот ток можно попытаться сжать, закрыть, сказать себе логически нет, но ток есть. Напишите, бывало у вас такое? Или не бывало? Конечно, бывало. Что происходит в этот момент с телом, когда вы глазами перекоснулись к этому образу и понимаете «да»? Ну, с телом точно повышается температура, то есть точно я чувствую сердцебиение свое, и мне хочется с этим человеком взаимодействовать. То есть как будто меня магнитом тянет к нему. То есть мы стараемся любыми способами уменьшить дистанцию. Мы пытаемся найти какое-то дело рядом с ним. Если мы переживаем, что мы можем напрямую, да, но вот во всяком случае пройти мимо его луча зрения я обязательно должен или должна, да, потому что это привлечет внимание. Причем женщина же, ну как, не то что ограниченная, но это мужчина может стать, пойти вообще принятым, хотя может и женщина. А женщина, действующая активно, становится яркой. Если она подходит, самознакомится, для кого-то, конечно, приемлемо, но все-таки это на грани. Как вы считаете? И вот если дама умело делает так, что мужчина на нее смотрит, происходит тот самый контакт, а дальше мужчина думает, что он решил. Но решает женщина. На самом деле женщина, да. Потому что затраты на производство потомства для женщины несопоставимы с мужскими затратами. Когда женщина нервничает, она начинает двигаться. Ее движение очень часто по опыту на видеозаписях связано как раз с сексуальностью. Мы же говорили о волосах. Вот сейчас я просто поправляю волосы. Ничего в сексуальном контексте в этом нет, да? Ну давайте для зрителя. Вот сейчас поправляю и сжимаюсь. Вот сейчас просто поправил. Вот сейчас. Что поменялось во мне? Ну вы просто еще и корпус начали... И я обнажаю вот здесь. А, шею. А теперь я еще добавляю вот это. Еще и взгляд. Да. Это уже игра. А по сути вот это волосы, а вот это я себя глажу. А гладить это определенные процессы. И по сути я сейчас имитирую либо процесс, либо предпроцесс, либо постпроцесс дружбы телами. Дружбы телами это нормально, без этого в жизни продолжения нет. Но вот как показывает видеоанализ, у женщин, которые нервничают, во-первых, нет очень важной вещи опыта. Опыта успешной коммуникации. Причем опыта может быть массой, а вот успешной нет. Что такое успешной? Когда она чувствует себя защищенно, комфортно. И если этот опыт у нее не возник, а возник травмирующий опыт, либо не устраивающий ее, но он же возник, очень многие попадают вот в эту петлю повторяющегося сценария. Когда она включается, притягивает, потом отталкивает, мужчина меняется, меняется, меняется. Но мы сейчас вот про какой сценарий говорим, например? Ну, например, она встретилась, первая любовь редко бывает счастливой долгое время, да? И так получилось, что он для нее стал не тем, кем она его ожидала. И она начинает читать не только его, а всех мужчин. Напишите. Все мужчины? Слабы, скажем так. Слабы. Вот прям слово «все мужчины» и вот напишите свое. А теперь, когда если написали, посмотрите, что вы написали. Это слепок вашего восприятия мужчин. Правда, как и мужчины, если напишут, то «все женщины». Напишите. Заметьте, вы даже если сейчас не начали писать, определенный образ уже в голове возник. Вот, кстати, мужчины, как вы говорите, на подкорке определяют и правду. Вот то, что я слышу, мужчина говорит, так, вот она вот сто процентов не для семьи, она не может быть будущей женой. А я как женщина, видимо, этого не могу вот так вот считать. То есть если я знаю историю, что у нее было в жизни, я еще могу предположить. Но вот так вот сходу не умею. Я говорю, да как ты это определяешь? Ну как вы это делаете? Дело в том, что вот я же исследовал себя сначала, прежде чем вообще понять, как это работает. Потом только начал следовать окружающих. Так вот, у меня загорается вот эта красная лампочка опасности в тот момент, когда моя женщина дает сигнал другому мужчине, осознанно или неосознанно. У меня пришла, я расскажу прям ситуацию. Пришла семейная пара, он познакомился с ней в клубе. Я смотрел, прям по всем атрибутам. У нее подкачанное тело, определенный пирсинг, татуировки. Видно, что человек был в индустрии развлечений, причем достаточно профессионально. И он говорит, вы знаете, я ее ревную над занятием личным. Он говорит, можно я приду с ней? Я говорю, приходите, посмотрим. Я ставлю камеру, камеру ставлю на уровень своих глаз, немного вбок. Я просто стою, говорю, ну просто пересядьте. Она проходит, и в ровно в момент, когда она подходит ко мне на дистанцию двух метров, включается сексуальный сигнал, причем четко в мою сторону. Она микроулубается, поправляет волосы, дальше проходит вот так, покачивая плечами, он вульгарный уже жест, и дальше садится вместе с ним. Я поднимаю видео, показываю, я говорю, сейчас очень-очень аккуратно оценивайте не их, не себя, а их. И второе, не делайте выводов. Я говорю, посмотрите, человек, который похож на меня, стоит на видео, женщина, которая проходит, на автомате поправляет волосы. Она говорит, нет, я этого не делаю. Мы сейчас говорим не про вас, а про нее. В ней это вшито. На сознании нет. Вы с ним, вы давно с ним. Я надеюсь, что у вас все будет хорошо. Но вот эта привычка проявлять любому, кто встретился рядом, вот эту прядь волос и открытую шею и открытое запястье, его начинают раздражать. Он говорит, я ее никуда брать с собой не хочу. Я перестал куда-то ездить с ней. Ну, мне же, я хочу с ней ездить, я ее люблю, а брать не хочу. Она меня раздражает, я постоянно ревную ее. Я смотрю, она и напряглась, и в то же время оценивает, понимает. Я говорю, вы ведь когда-нибудь танцевали? Ну, например. Она говорит, нет, нет, нет. Я понимаю, что мне не надо рассказывать при нем, что у нее все показатели, что она занималась пилоном профессионально. Пилоном, стриптизом, но их четко видно. Это обращаясь к тем, кто ходит на стриппластику. Дамы, девочки. Если вы занимаетесь трипластикой, какими-то активными проявлениями сексуальных сигналов, а, ну, без этого как там, вы вшиваете в себя. Везде и всем. Есть два пути. Либо подавлять это, но это худший путь. Либо, оставив проявленность, сузить до влияния на своего. Я знаю семейные пары тоже. Она может ходить в мини-юбке, в красном платье, яркие губы. У нее вот все вокруг. Все ее хотят, но он уверен, что может только он. Потому что она только с ним. Не распыляется. Но это для мужчины очень вкусно. Это основное вообще в общении с женщиной. Если она желанна многими, но она выбирает меня, мой статус в этот момент поднимается, и она поднимается вместе со мной. Как только хоть один сексуальный сигнал уходит к другому, неважно какой он, хороший, плохой, мой статус как мужчины опускается. И самое печальное, что опускается статус женщины, которая рядом со мной. Она говорит, я пока с ним. Но потенциально я могу быть с тем. То есть я как будто выбрала не самого лучшего мужчину. Я его выбрал на пока. Вот ключевой пока. И вот в этом трагедия большинства ревнующих пар. Они не понимают, что происходит. Причем и женщины не понимают. Зачастую тело вообще живет своей жизнью. И вот мы с ней, завершая ситуацию с этой парой, мы с ней поработали. Я говорю, смотри, вот это у тебя очень красиво. Просто переключи на него. Опять делаем запись. Я говорю, пусть он встанет с этой стороны. И когда пройдешь мимо него, пусть на него сигнал попадет. Ты сделай. Вообще ничего не меняй. Просто положение мужчины. Она проходит. На видео четко видно, она стреляет опять вроде бы в мою сторону. Ловит он. У него прямо улыбка. Он расправляться начинает. Обращаясь к парам, которые, возможно, испытывают давление ревности внутри. Запишите себя на видео, как вы взаимодействуете, когда появляется потенциальный половой партнер рядом. Посмотрите, какие сексуальные сигналы проявляет женщина, какие сигналы проявляет мужчина. Если они направлены только на своего, скорее всего, вы перестанете ревновать, начнете получать удовольствие от этого. Как только они будут направлены куда-то в сторону, добро пожаловать, ребят. Ревность начнет вас душить в своих жарких, жестких объятиях. Проверен на себе. Вот как раз если мы говорим о женщинах, которые умеют себя нести, как вы говорите, которые очень... Ну, те, которых выбирают мужчины, да? Вот такие женщины, они рождаются порой с такими качествами? Или это все-таки определенная работа над собой? Потому что вот есть... Это уже со стороны женщин, да? Вот она, ей просто повезло, у нее вот такая вот фигура, она родилась в такой семье. И, в принципе, поэтому мужчины за ней ходят толпами. Ну, я думаю, слышали, да, такое выражение? Да. Ну, начнем, наверное, с того, что она родилась, а я не такая. Во-первых, все рождаются маленькими и голенькими, и остальное вопрос выбора. Тело, конечно, нам дано от природы, да? Но вы же можете его научить, держать вертикаль. А что такое вертикаль? Вертикаль – это властность. А власть изначально в своей природе имеет очень важное качество – неравенство. И вот мы возвращаемся теперь. Если женщина умеет великолепно защищаться, защищаться можно двумя путями. Воевать с миром, зажимая себя или доказывая что-то. То есть я тут боюсь проявлять себя, тут я докажу всему миру, что я не такая. А второе – я не доказываю и не зажимаю. А я несу себя изначально вертикально, и во мне появляется очень важная вещь. Достоинство – это очень близко к дистантности. Вот смотрите, я сейчас достоин или как-то вот… Ко мне легко подойти, чувствуется? А что в моем теле говорит, что со мной легко можно пообщаться? Как будто это про то, что нет опоры, но… Опоры нет, ага, еще. Расслабились. У меня дистанция… Да, я расслаблен. У меня открыты внутренние контуры, а века между веком и бровью у меня открыта, видно? То есть любой, в принципе, кто захочет подойти, может это сделать. Причем это сделать можно не напрягаясь, и отпор, скорее всего, не будет получен. Ага. Я начинаю себя давить, выставляю вертикаль, видно? Вот сейчас. Как? Здесь чувствуется, что можно подойти, но долго времени не занимать и с какой-то конкретной задачей. Теперь я добавляю слишком многое, делаю вот так. У меня уголки рта опускаются, а я сам начинаю быть похож на зеленого персонажа из мультфильма «Головоломка» «Брезгливость». Видно? У меня на лице написано привычное вот это эмоции, одна из четырех, даже не эмоций, а аффектов. Это поведение, оно говорит, что я выше тебя, и я хочу тебя унизить скрыто или открыто. Называется это презрение. Вот очень многие красивые женщины вынуждены защищаться от мощнейшего потока мужского внимания. Это же эффективно. Презрение включил, он отвалился. И это становится, теперь вот, наверное, очень важный момент такой, становится проклятием красоты. Я исследую этот феномен до сих пор. Женщина, которая включает привычно брезгливость, а практически это равно презрение, почти, залипает на этом. И потом эту маску с лица снять невозможно. На Западе даже есть такое течение, люди приходят к докторам пластических, хирургии, чтобы снять маску вот эту. Потому что проклятие печать, условно, да, назовем ее так, она прилипает. Если ты регулярно так отторгаешь людей, то это остается следами артефактов поведения в твоем лице. Вообще, если вот брать профайлинг, анализ лица, мы говорим сейчас о портретной зоне как таковой, четыре варианта поведения разрушают отношения. Сексуальностью очень легко притянуть, проблему удержать, потому что, ну, сколько там месяцев химия спадет. И вот мы приходим, первое, это презрение, второе, это критика, причем критика не действия, а критика человека. Ты всегда такой, ты никогда не можешь. Если это присутствует в ваших отношениях, они будут скоро разрушены. Третье, так называемая защита. И говорят, ну, так получилось. Если кто-то из вас в паре проявляет вот эту защиту, беззащитность защитой, то отношения очень сильно под угрозой находятся. Скажем так, идет разлад фундаментального уровня. И четвертое, так называемый стомволинг. Очень часто женщина приходит и говорит, у меня брак под угрозой, или он требует развода. Куда он пошел, нашел там тут такую-сякую, да, а я вот тут такая. Я говорю, как он выглядит, как он двигается. Мы моделируем ситуацию. И я вижу либо критику, либо презрение, либо вместе. И мне хочется защищаться. А второй вариант, я включаю четвертый эффект, называемый стомволинг, каменную стену. Я зажимаюсь, и вот я своим поведением говорю, я не хочу с тобой общаться, я хочу, чтобы ты это знал или знала. Если вы видите на лице партнера или в теле партнера поведение, еще раз, критика, защита, каменная стена, стомволинг, либо презрение, отношения скоро будут завершены. Я почему об этом рассказываю, мы же про сексуальные сигналы вроде собрались говорить. Дело в том, что женщины очень эффектно могут притянуть. Но это не женщина притягивает. Изначально мужчина расположен к тому, чтобы быть притянутым. Проблема в том, чтобы сделать его гарантированно притянутым и держать. Именно поэтому женщины так хотят выйти замуж. Многие, не все, я не буду утверждать. Потому что это некая социальная гарантия, что она получит защиту постоянную от него. Почему мужчины так не любят жениться? Почему опытные мужчины говорят, слушай, да не женись, но баловство это все. По той же причине. Если вернуться к сексуальным сигналам, мы сейчас поговорим уже не о первом пике, а когда уже все более-менее успокоилось. мы записывали на кухне, записывали в комнатах, записывали в спальню, но не процесс, а предпроцесс и постпроцесс. Настолько видно, как строятся их отношения, почему они расстались. У нас есть материал, я записал огромный курс, потратил много времени и сил для того, чтобы показать, как реально происходят взаимоотношения в паре, которая почти уже развелась. Они были вместе, они хотят встречаться. Он говорит, я не хочу с ней. Мы начинаем смотреть, он боксер, у него прозвище на ринге «Харт». То есть он работает руками так, что люди падают. Но как только она появляется, в ней жесткость и надменность, а в нем вот это. И мы имеем на ринге вышибалу, а рядом с ней... Она говорит, да ты всегда такой? Он говорит, да нет. Потом смотрит на видео. У парня хватило хватки и ума понять, что это он. Он говорит, да, я такой. Но я не хочу таким быть. Это, как говорят, компенсация есть, да? Когда очень много напряжения на работе. Если вернуться к сексуальным сигналам, вот так, как понять, сексуальный сигнал за гранью или нет? Актуально? Да. Я сейчас обращаюсь к дамам. Запишите от себя на видео, начиная от того, как вы вот так делаете, заканчивая как максимально. Ну, несколько вариантов. А потом, посмотрите, оставили ли вы эту девушку бы со своим мужчиной? Если нет, то значит вы даете слишком много соли. А если да, тогда все достойно. И вот балансное проявление сексуальных активностей, не дружбы телами, а предпроцесс мы сейчас разбираем, это когда другая женщина спокойно тебя оставит со своим мужчиной. В этом искусство оставаться женщиной достойной, но дистантной. Тело живет своей жизнью. Если оно голодное, оно будет говорить, что оно голодное. Поэтому, если вы идете на какую-то важную встречу, какое-то мероприятие, ну, утолите голод. Потому что сколько бы я там не ухищрялся, эти вещи неконтролируемы логикой, я возвращаюсь. Кроме поцелуя начинается с глаз, самый главный сигнал, на мой взгляд, сексуальный, это улыбка. Вы сейчас посмотрите, улыбка есть на моем лице или нет? Сейчас нет. Сейчас? Вы улыбаетесь глазами даже больше. Да, глазами. Я немного поднял бровь в знак того, что мне интересно. Я чуть-чуть улыбнулся еще и... Что ощущает ваше тело, когда я улыбаюсь? Это же сигнал, причем сигнал такой, поиграем. Но в контакте, получается, я более становлюсь расслабленной, расположенную к общению. Но чувствую, что человек настроен со мной общаться. А теперь я выключил это. Как ощущения сейчас? Прямо лицо у вас меняется. Как будто на меня все равно. Я пошла дальше. Хочется встать, уйти. Да, причем я включил холод и включил жесткость, такое отторжение, но не жестокость. И сразу чувствуется прям дистанция. И вот этим пользуются очень многие женщины, которые умеют внутри себя выставлять стену. Но фокус в том, что если ты выстрелил ледяную стену, ты залип на этом образце поведения. Надо пользоваться разными стратегиями. И вот эта проклятая печать, когда я... Вот этот мультфильм «Головоломка» зелененькая, презрение, обрезгливость, она становится прям вот... Знаете как? Сел на скамейку, которая только что покрашена, потом встал, и ты не видишь себя сзади, а на тебе эти полосы. А другие все видят. А другие все видят. Я думаю, почему со мной одна и та же сцена разворачивается? Почему мужчина считает меня надменной? И включается следующий момент. Она до включает сексуальных сигналов. Вместо того, чтобы убрать надменность, она включает, оставляя надменность, еще больше притягательности. И вот мы имеем массу сексуальности, надменность в глубине. К чему это приведет? Она говорит, я хочу, но... И она получает поток сального внимания. Мужчина говорит, ну что, денег? Чего ты хочешь? Она говорит, я не такая, но поведение такое. Но мы должны понимать, что это определенный тип мужчин будет обращать внимание. Безусловно, безусловно. Я люблю вот это четверостишье, когда внутри погибает нытик, и не зависит, что скажет стая. Когда сам себе первый критик, корона держится, как влитая. Ты держишь стежень, эти оси можешь делать мягче, легче, потому что к такой лишний раз не подойдут. Но можно свободно проявлять свою женственность и улыбаться тому, кому ты действительно рада. А голодная женщина улыбается любому, кто может потенциально. И вот первое, мы имеем залипание в ребенке. Второе, залипание в жестком мужчине. Третье, залипание в жертве. И на нее всегда будет кто идти. Ну, кто агрессор. Конечно, да. И вот она говорит, у меня абьюзивные отношения. Я смотрю, я четко понимаю, она в себе несет код поведения жертвы. То есть ее тело бессознательно выбирает такого партнера. Да. А он бессознательно выбирает ее. Ее, естественно. Чтобы игра началась. Конечно. Потому что без нее как. И я периодически слышу. Она говорит, вот он со мной жесток, а с другой он... Я говорю, перефразируй. Я с ним. Говорит, жертва. А она с ним. Она с ним так себя не ведет. А как, если это еще по движениям охарактеризовать, вот как себя жертва ведет? Ну, то есть это вжатые какие-то плечи я увидела, да, на примере. Вот давайте, сейчас кто я? Сейчас ребенок, по-моему, который просит. Но я услужливый ребенок. Видно? Сейчас я кто? Это второй тип надменный. Агрессор. Да, агрессор. Да, здесь я поняла. Жертва пытается избежать, но она избегает либо в сторону, а большинство жертв избегает внутрь себя. Тело сжимается, плечи поджаты. Очень часто руки находятся близко, и вот здесь. Ноги в косолапости. Одна или две, там, неважно, да. И она может быть эффектна, но местами она показывает, я жертва на самом деле. Я классный, но я жертва. Два-три раза проявлены, за полминуты можно увидеть два-три проявления, жертва, все. Она гарантирует себе притяжение того, кто жертву будет делать жертвой. Ну и получается, ей другой человек не понравится. Если она в таком состоянии, она кого ищет, агрессора, да? Да, да. С другим и химии, наверное, не будет. Вы знаете, даже если химия будет, не будет ролевой модели, потому что химия – это немного другое. Химия, она четко говорит, с этим можно. Химия возникает достаточно часто. Если у вас в день в глазах, ну вот перед глазами проходит, например, там, 10 мужчин, один потенциально подходит. Если 100 мужчин, 10 потенциально подходит. Ну это понятно, что статистику надо смотреть более детально, но вот я могу сказать. Один из 10 точно подходит. Привлечь, на самом деле, не такая большая проблема. Если ты играешь ролевую модель женщины, которая достойно ведет себя и которая находится в поле зрения таких мужчин, которые ее интересуют, а много мужчин достойных, она гарантированно получит поток входящих звонков. Условно, да? А дальше остается только выбрать. Женщина умеет хорошо выбирать. Женщина великолепно контролирует. Мужчина умеет прорываться. Нам контроль не особо важен. Но вот этот момент, отсмотрите себя со стороны на видео. Вы не ожидаете, что вы видите. А то, что вы ожидаете, не будет соответствовать тому, что вы думаете. Потому что вот сколько раз я работаю с людьми, они говорят, самое ценное увидеть себя со стороны. Я не думала или я не думал, что я это транслирую. Не хочется думать. Конечно, она же не... Вот, кстати, вот мы сейчас пока были перед съемкой, да, я услышал про принятие себя. Если вы делаете видеозапись и видите то, что вам не нравится, наступает второй очень важный момент. Вот если у девочки, которая выбрала образец поведения, он вшивается повторениями, то, когда человек видит себя со стороны, большинству людей не нравится то, что на видео. Очень важно, на мой взгляд, принять это. Потому что если ты в себе это не принимаешь, ты начинаешь разделять себя на хорошего и не очень. А в разделенном состоянии жить очень нехорошо. А дальше начинается гиперконтроль. Ах, я не так делаю, не то. И вот кусь, кусь, меня и лопата. Остается еще хуже, да? Конечно. Прими себя такой, какая есть. Что такое принять? Хорош себя контролить и хорош себя критиковать, моя хорошая. Посмотри на видео и подумай, что если бы это была твоя дочь, как бы ты себя с ней вела? Или твоя внучка? Или внучка твоей подружки? Или дочь твоей подружки близкой? Ты бы ее стала гнобить? Ты бы ее стала так унижать? Ты бы ее стала топтать? Или ты все-таки как-то по-другому себя повела бы с ней? И вот момент, когда ты принимаешь себя настоящую, а настоящее вот на видео уже написано, да? Это ключ к тому, что ты говоришь, окей, я такая. Это я. Это тоже я. Но я же могу быть лучше. Меня в школе, когда я учился писать, научили видеть то, что подчеркнуто зеленой ручкой. Правила красной-зеленой ручки не знаете, не слышали? Нет, наверное. Вот когда человек... Только красной было все. Это же. Когда человек делает ошибку, когда он уже умеет писать, ему красной ручкой подчеркивают, что неправильно. Но когда человек все делает ошибкой, только учится, красной ручкой можно исчеркать все. Поэтому используют зеленую ручку. А зеленый подчеркивается образец поведения, который правильнее, ближе. Обращаюсь еще раз к злителям. Ребят, добавьте к себе зеленую ручку в арсенал. Хватит черкать только красной. Слишком красно, слишком жестко. Если вы перестанете ориентироваться на плохо и начнете ориентироваться на вот здесь классно, здесь, а как мне улучшить количество зеленых подчеркиваний этой ручки, жизнь начнет по-другому воспринимать себя вами и воспринимать вас, потому что вы же увеличите количество. Своих проявлений красивых, достойных. Да. Вот, кстати, о критике. Такой будет вопрос касательно меня, потому что часто мне пишут под нашими видео, что я хихикаю под видео, и это считывается. Оказывается, да, опять же, я не знала об этом, что это так считывается, что я стесняюсь. Хотя, вроде бы, в моей голове в этот момент я выражаю интерес. Но, видимо, когда мы говорим условно здесь о сексе, да... Стоп? Да. Где зажим? Ну, в плечах, я чувствую. И не справляйте, если можно. Вернее, да. Вот в этот момент теперь продолжите. Да, о чем я говорила? Мы говорим о сексе. Что мы здесь говорим о сексе. И мне сейчас это менять, да? Да, да, да. Что мы говорим здесь о сексе, и плюс моя улыбка с таким ухмылкой, хихикиванием, подхихикиванием, даже не знаю, просто это прям цитата, да, считывается как зажатость. Как себя сейчас чувствуете? А сейчас уже лучше, когда я вышла из той позы, когда я, видимо, говорила о себе, и что это критика, да, у меня сразу же включилась. Ну, конечно, зажимается живот. И вот когда мы чувствуем опасность, живот это первое, что сжимается, и начинается стягивание. И вам говорят на самом деле не это. Вам пишут, вот то, что я слышу, ты можешь быть красивой, будь красивой, такая, как ты, не должна быть такой. Критикует не вас, критикует тот образец поведения, который вас не хотят видеть, а хотят видеть какой? Ну, более как раз таки раскрыть, чтобы я себе позволяла раскрепощаться, да, и не зажиматься. Как себя сейчас чувствуете? Лучше. А в какой части тела давление уходит? В плечах. Но я это так и так замечаю, что у меня много здесь напряжений. Я пока это контролирую, но без критики лишней. А теперь верните, пожалуйста, как было. Вот так? А в первый раз, когда ей сказали это? Не думай. А в первый раз? У нас кажется, что очень рано прям. Можем нырять, можем не нырять. Кто говорил? Мама, конечно. Что мама сказала? Не думай. Сейчас я прям эти слова пытаюсь вспомнить. Ну что, такая обида, боль, что хочется сжаться. И что хочет тело? Вот прям вот иди туда, иди туда. Только сжимайся так, чтобы не ты сжимала, а она. Пусть она дозажмется. Ну если бы так еще пониже. Чтобы еще она не видела меня, и я не видела вот так вот. Хорошо. От чего ее мама спасает? Как раз таки от излишнего внимания. Точно. Теперь, смотри, что маме можно сказать, которая спасает на самом деле? Пусть сжатия. Ну и сжатия, что спасибо, что ты пыталась меня уберечь. А как хочется себя вести? Мне хочется более расслабленно так сесть. Позвольте себе? Так сесть. Рассесть. А постоянно... Я перешел на ты, потому что я не с вами общаюсь, а с тем образом поведение. Но я все время думаю, не будет ли это слишком расслаблено. Теперь давайте попробуем, перейдем в слишком. Переходите прям в слишком. Напишите в комментариях, сейчас как, слишком, не слишком. Как вы себя чувствуете? А как будто даже я себе не позволяю слишком. Ага. Да. И вот мы имеем дисбаланс сжатости. А сколько красоты хочется проявлять? Смотрите, как удобно. Как удобно? Сейчас я пытаюсь найти заново это положение. Попробуйте подвигаться, подсесть, сделать так, чтобы удобно было не операторам, камерам, картинке, зрителям, а кому? Более. Ну и тут у меня есть спина прямая, мне удобно смотреть. Видите, как меняемся? Как вы сейчас? И не контролируйте, отпустите тело, микродвижениями дышат. Да. Как вы? Мне здорово. Как я раньше не нашла эту позу. Спрашиваю. Слава Богу, что мы нашли ее. Сейчас. Да. Сейчас кто проявлен в вас? Сейчас я чувствую женское проявление. Свободное, расслабленное. И вот это. Как часто вы хотите проявлять в себе? Я хочу это намного чаще проявлять. Берите пример. На мой взгляд, прямо разительная разница. Как поменялись ощущения сейчас? Я чувствую, что мне хочется как раз больше улыбаться. Не хихикать, как мне пишут. Да. Да, именно открыто улыбаться. Идти на контакт. Я только вернулся из города, где я вырос. Там живет моя дочь, ее мама. Она выросла. Ей сейчас 12. И у нее начались первые. Интерес. Как бы мальчику ее к ней. Ее к мальчику. Мама написала, что она плачет. Не чувствует мужской поддержки. Я живу в Москве. Она в Уфе. Я отменил все дела на сутки. Купил билет. Ночью сел. Прилетел. И просил отца пообщаться с ней. Мы встретились. Посидели. Поговорили. Я увидел, как она расстрела. Я говорю, в любой момент ты можешь набрать мне. Ты и так можешь. Но вот, пожалуйста, набери мне прямо сейчас на видео. В любой момент ты можешь набрать деду. Я показал отцу своему, как ему уже 7,7. Я говорю, пап, ей нужна поддержка. Не вопросы. Женщина, которая чувствует себя в защите, она может проявляться. Потому что защищено. То, что мы сейчас делали, мы работали с вами. И вот если вы рядом будете чувствовать надежность, опору, но которая не прельщается, а защищает, то, во-первых, женщина начинает раскрываться. И потом благодарность, открытость, забота. Она говорит, окей, ты меня защитил. Поэтому женщина несет в себе огромный поток информации в своем образе. Я сейчас обращаюсь к тем, у кого не было отца или отец далеко. Почувствуйте в первый раз, когда вас держали на руках. Когда папа вас обнимал, носил на шее. Когда он играл с вами. Чувствовали эту защиту? Она с вами. Она всегда с вами. Ощутите ее. И позвольте себе проявляться так, как вы действительно хотите проявляться. Тогда вам не надо будет думать уместно, неуместно, сексуальный сигнал, правильно, неправильно. Потому что проявленная женственность уже является магнитом. А взгляд и улыбка является маркером «я выбрала тебя». И вот этот момент, когда она говорит своим поведением «я в порядке», и тебе можно приблизиться, в мужчине включать не похотливость, а «я защищу тебя в любом случае», что бы ни произошло. Мурашек? Да. Очень важные на самом деле слова, мне кажется, для многих женщин. Потому что как раз таки во многих парах такая ситуация возникает, что «я хочу от него защиту, но не могу получить». Значит, мне нужно менять мужчину? Нет. Краткий ответ. Хорошо. Либо становиться жесткой. Да, можем мы сейчас разобрать женщин, которых считают в обществе статными, роскошными, и которые привлекают, и, как часто говорят, им повезло. Например, там Анджелина Джоли. И правда ведь у нее красивые черты лица, генетика. Но мы же понимаем, да, сколько работы было. Нернем чуть-чуть еще. Да. Когда начали говорить, что у нее черты лица красивые и генетика, что с вашим телом произошло? Не знаю, честно, сейчас не заметила. Я увидел вот это. Вот смотрите, можно ставить себя наравне, можно снизу, можно сверху. Ваше тело начало. Что я сравниваю. А теперь смотрите. Еще раз. У нее красивое лицо. Видно я себе ставлю? Да, ну что, позиция ниже. Теперь я перейду в токсичность. У нее красивое лицо. Тоже. А теперь у нее красивое лицо. Попробуйте проявить себя в ней. Себя в ней? Да. Вот в этом образе. Какое у нее лицо? Покажите лицом. Пытаюсь. Как она снимает перчатки в этом кадре? Делает все очень плавно, красиво. Как она влияет на Джонни Деппа? Еще успевает взаимодействовать с мужчиной. Как она влияет на Джонни Деппа? Словами или поведением? Взглядом. Ощущаете прям. Энергия по телу пошла, в ноги пока еще не пошла. Да, но я прям вспоминаю, что ее только поза одна говорит. О том, что можно делать, что нельзя, как можно говорить, как нет. Фильм «Турист». Сцена Джолина Джоли в поезде. Посмотрите. Изучите, как она это делает. Попробуйте копировать ее поведение. Если вам это нравится. Поселите это ощущение в себе. А после этого аккуратно, только не с чужим мужчиной. Это важно. Иначе, если кто-то положил на моего мужчину глазик, то этот глазик лишний. Чтобы этого не было, попробуйте эту ролевой модель на себе. Вы можете взять Анжелину Джоли. Вы можете взять любую другую ролевую модель, близкую к вам. Потому что Джоли имеет на самом деле очень много ограничений. Кто-то говорит про Малену. Кто-то говорит про Анжелику. Найдите свой образ и допроявите себя в нем. У нас магическим образом появился планшет в студии. И, скорее всего, мы будем сейчас анализировать человека, который очень похож на вас. Попробуем? Да. Я сейчас сделаю видеозапись. Попробуйте, пожалуйста, встать, обойти кресло и сесть обратно. Так, тогда я хочу обойти просто. Да, просто обойти. И присаживайтесь. Отлично. Теперь можно выдохнуть и не ждать от меня. Мы называем словом зауютица это. Зауютица это перестать ждать чего-то. Но тут на съемках есть равно в таком собранном состоянии. С собранным можно быть очень жестким, а за условно торчать. Можно поспокойнее. А можно перестать искать опору где-то, как меня оценят, а начать ее искать в себе. И как только мы ищем ее в себе, мы ее сразу в себе находим. Но мы возвращаемся. У меня здесь есть видеозапись с дамой, которая очень похожа на вас. Давайте смотреть. Интересно узнать, что говорит ее тело? Помягче, пожестче анализировать. Давайте на жестко, да? Я сказала да, а что мое тело? Ваше тело сказало, конечно, аккуратно со мной. Я попробую быть более мягким. Хотя вам, конечно, хочется. Мне хочется разбора, который будет полезен, в том числе и мне, и зрителю, да, настоящему. Поехали. У нас здесь есть две позы. Поза первая. Посмотрите, пожалуйста, как выглядит ее нога. Вот эта нога короткая, видно? И вот эта раскрыта. А теперь я делаю вот так. Эта нога становится длинной. Какой кадр вам больше нравится? Этот, конечно. Очевидно. То есть, можно сказать, что часть передачи мы просидели с ногой, которая не выигрышно смотрится. Которая была не в лучшем ракурсе. У нас есть дама, которая очень похожа на вас. Вот она встает. Я подумала, что у меня задание со звездочкой, еще планшет нужно положить. Да, да. Она держит вертикаль. У нее хорошая точка опоры. Но точка опоры вот эта и вот эта, они немного разные. Это жестче или мягче? Да, ну жестче, конечно. Это? Помягче. Для этого надо локоть не сжимать, а увести немного назад. И это позволит телу раскрыться. Идем далее. Точки опор. Ноги две, а точки опор, если они вместе, то точка опоры... Меньше, да? Да, да, площадь опоры меньше. А за счет того, что у нее немного пятки шире носков, получается закрытость или открытость? Закрытость. Угу. Хотя поза достаточно объемная. И вот мы идем. Надо ли держать этот планшет здесь, или его можно опустить? Можно опустить, да. А в принципе его можно вообще положить в кресло. Угу. Ну, она привыкла. Что так носит обычно? Ну, так как будто я немножко секретарша. Я держу документы, несу как что-то очень важное. А документы так носят или что-то другое? Под носами, да. Угу. А на подносе что, судя по всему? Что-то очень неустойчивое может разлиться. Я не знаю, какие у меня ассоциации. А эта профессия какая? Ну, это профессия, вы имеете в виду официант? Я, конечно, в медсестрой работала. Я вот думаю, где-то есть тут медсестра или нет, которая несет капельницы. Угу. Ну, мы идем дальше. Эти брюки, они работают за или против нее? Ну, в конкретном случае против, потому что собираются сильно на коленях. Да. Это отдельная тема. Проверьте свой гардероб не на предмет стильности, не на предмет того, как это соответствует актуальным стим, да, цвет, фасон, а на предмет того, как это смотрится на вас. Причем можно это сделать профессионально. Что такое профессионально? Снять себя на видео в разных двух цветах. Первый, температура 3200, это вечерний свет. Второй, 5600, это дневной свет. Если кто-то не знает, что это такое, спросите мужчин, они вам расскажут. Заодно и познакомитесь. Отдельно можно снять себя при дневном свете и посмотреть, что действительно транслирует ваш образ. Потому что увидеть это в разных цветовых, скажем, температурах позволит вам понять, что вы транслируете днем и вечером, или утром. Мы идем дальше. Насколько ей это удобно? Неудобно было. Я первое, о чем и подумала, видите, где была точка напряжения, что я думала, что мне делать с этим планшетом. А если бы она подошла чуть ближе и опустила его не вперед, а вбок? Было бы легче? Да. А как часто она позволяет своему телу делать то, что ей неудобно? Часто, судя по такому. А если бы она не делала так, а делала так, чтобы ей удобно, как качество ее жизни было бы? Лучше, да. Ну, меньше бы я тратила энергии, как вы говорите, на простые действия. А кто так действует в семье у нее? На кого она похожа? По движениям. Это поза мамы. Точно напоминает любую из мам как будто собирательный образ. Да. И вот немцы говорят, не учи детей, учи себя. Если вы сами начнете перестать сложить предметом, тянуться издалека, делать так, чтобы вам неудобно, дети не обязательно, но, скорее всего, начнут импринтингом копировать это. И вот здесь мы переходим к очень важной части. Мы вроде говорили про сексуальные сигналы, да? Быть образцом поведения для того, кто передал гены, кому вы передали свои гены и который дальше их понесет. Вот в этом миссия возможная. Потому что красота, конечно, она классная вещь. Но когда вы позволяете своему ребенку обрести более высокий шанс на проявленность жизни, конечно, это дорогого стоит. Мы возвращаемся. Если поставить циферблат вниз, 12 всегда впереди, час-два, ухо на три, затылок на шесть, плечо на девять, 11-12, то она кладет эту вещь на... На пять часов? Впереди у нее всегда час, а впереди всегда 12. Я бы сказал, где-то на час, на полвторого. Прогиб изящества. Вы бы оставили у своего мужчины с такой девушкой? Чтобы не ревновать, да, оставила. Да или нет? Нет. Нет? А почему? Почему нельзя своего мужчину рядом с ней оставлять? Что будет? Может, что очень много будет напряжения, которое она будет ему передавать. Про это. Здесь есть сексуальный сигнал или нет? Я не вижу. Напишите в комментариях. Я думаю, что много очень людей напишут. А, ну хотя поза сама. Да. Мне, кстати, часто говорят, что, Лен, ты флиртуешь, и ты этого не замечаешь. Я говорю, как я? Нет, я этого не делала. Конечно, конечно, да. Сместить не вперед, а вбок и рядом. Так тогда наклона не будет, не будет вот этого. В ногах мы идем дальше. Достаточно женственно. Как вам? Да, в принципе. Здесь прямо хорошо. А вот этот шаг как вам? Широкий достаточно, конечно. Массивный. А вот здесь открытый. Вниз смотрим. Как вам вот этот шаг? Сейчас еще раз его покажу. Вот этот. Тоже, мне кажется, достаточно открытый. И получается, сока смотрит внутрь. И вот мы имеем, на самом деле, в этой ситуации оказываются миллионы женщин. Как это работает? Мы дома двигаемся не по прямой. И в жизни. Если мы поворачиваем, и привычно один шаг закрытый, другой открытый, опять закрытый, открытый, закрытые шаги сжимают. Если поставить два стула, и походить по восьмеркой, сначала справа от первого стула, потом слева. То есть восьмерка вот, а потом восьмерка вот. И записать на видео, как вы двигаетесь, если вы увидели у себя закрытый шаг, скорее всего, это приведет к зажатости вот здесь, вот здесь, подавленности психологической. А если вы часто поворачиваете, то вечером вы себя чувствуете, ну, после вот этих сотен зажимов. Ну, усталым, разбитым. Конечно. А ведь это тело не хочет быть разбитым. А эта девушка не хочет выглядеть зажатой. Да. Что хорошо, вертикали. Теперь смотрим про сексуальные сигналы. Вы бы с ней рядом оставили своего мужчину или нет? А здесь, мне кажется, что очень много сексуальных сигналов, если честно. Их несколько типов. Первый – это прихорашивание. Второй – это открытые демонстрации уязвимых эрогенных зон. Третий – это игра. Четвертый – это имитация предпроцесса, процесса и постпроцесса дружбы телами. Какие сексуальные сигналы мы здесь видим? Может, что подача корпуса как раз вперед, опять же, поза. Это имитация процесса. Причем имитация – это жесткий тип, открытый сексуальный сигнал. И ведь вы не предполагали, что вы так садитесь. А окружающие дамы вам говорят, Лена, ты. В тебя в шитфлирт, они мне говорят. Да, да. Сколько сексуальных сигналов было у этой дамы, которая очень похожа на вас за это время? Ролик длился 22 секунды. Ну, про позы. Да. Какие еще? Подача тела вперед. Ноги. Наверное, 5. 3-5. За 22 секунды 3-5 сексуальных сигналов. Это много, я бы сказала. А, теперь смотрите. Это уместно для чего? Вот не плохо или хорошо, много или мало? А для какой ситуации было бы идеально? Для свидания, может быть. Причем желательно это свидание, она хочет когда? Чтобы было продолжение. Через месяц, через день, через неделю. Чтобы еще раз было свидание в ближайшие сроки. Это приведет ее к замужеству или не приведет? Я тут не могу, конечно, оценивать. А вы не про себя, вы про нее. Как будто ничего сверхъестественного она рассчитывала, такого, что может оттолкнуть, я не вижу. Возможно, повод задуматься, и тогда человек будет узнавать, чем эта женщина живет, что она себя представляет, и будет уже полноценный образ. А какой мужчина в идеале ей подойдет? У меня, конечно же, есть идеальный мужчина. Я понимаю. Я понимаю. Мы сейчас не про вас, а про образ. Да, да. Ей. Который окажет поддержку, защиту, будет сам статный, сам умеет подать себя. Это такой у меня образ возникает. Отлично. Значит, тогда ничего не меняем, все оставляем как есть. Скорее меняем, конечно. Вопрос с подвохом поняла. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А также, как вы считаете, что проявляется в ваших телах, в вашем поведении? И помогает оно вам получать желаемое от жизни или пока еще мешает? Валентин, спасибо вам огромное за наш выпуск, за программу. Я бы хотела подвести краткие итоги, но от меня это, честно, будет уважение, признание того, какой вы профессионал, как вы можете действительно за 20 секунд сказать больше, чем любой психолог и любой близкий человек. Это действительно так. Для меня было очень ценно. И еще раз с вами были Валентин Шишкин и Елена Кирсанова. До новых встреч. Друзья, думаю, вы согласитесь со мной, что выпуск получился очень интересным и насыщенным. Я сама точно буду пересматривать его несколько раз. И, конечно же, буду выполнять все рекомендации, которые дал Валентин. Надеюсь, и вы тоже. И поделитесь вы, какое впечатление у вас оставила наша беседа, что вы взяли для себя. Буду ждать вас в комментариях. Пока. 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 Продолжение следует...